Комментарии, но они, правда, записывались все к библейским текстам. И удивительным образом и православная, и католическая народная Библия оказывается восприимчива и толерантна к этим сюжетам. Она их воспринимает, приспосабливает и перерабатывает в своем контексте, в русле своих стереотипов, и таким образом они там оказываются как бы законсервированы. В частности, к этому кругу сюжетов относится легенда о сотворении Евы из хвоста Адама. По каноническим источникам мы знаем, что Бог для сотворения женщины использовал ребро Адама, но эта версия отнюдь не самая распространенная в народной среде, потому что есть рассказы о том, что одновременно Бог творит и Адама, и Еву из земли. И такое изначальное равноправие мужчины и женщины в этом сюжете заложена идея. О том, что первоначально подругу Адаму Бог сделал из цветов, но она показалась слишком уязвимой и нежной для Адама, и он от нее отказался и потребовал себе другую спутницу жизни. И тогда вот из ребра его сделали, покрепче, так сказать, в телесном отношении. Есть рассказы и о том, в частности, что Ева была сотворена из собачьего хвоста, или из хвоста черта. Но это уже, я думаю, что на самом деле это переделки вот этого вот сюжета о сотворении Евы из хвоста Адама. Но перед тем, как я про него расскажу, значит, сразу с собачьим и чертом хвостом закончим, потому что это вот такие вот славянские ноу-хау, которые трактуют, например, а то, значит, мы тебе, в смысле, объясняют, почему, например, у женщин длинные волосы, в отличие от мужчин. Потому что, ну вот, значит, как известно, Бог, когда фигуру Адама, значит, создал, ну, первого человека, он поставил ее на солнышке сушиться, сам ушел обедать, ну, проза жизни, обедный перерыв, цветой. И поставил собаку охранять этого самого Адама, а черт решил испортить божье творение, пришел, значит, а собака не, как бы, вот, не пускает. И тогда он эту собаку подкупил, по некоторым вариантам, собака была голая, без шерсти, он померзла сидела, бедная, он ей пообещал шубу теплую, значит, собака его допустила, и черт истыкал тело этого самого первого человека в 70 местах, таким образом, значит, наградив человека 70 болезнями. И Богу потом, или, наоборот, оплевал его там, измазал всякой гадостью, и таким образом, значит, человек получил, ну, скажем так, пожизненно свою долю, так, у некоторой скверной. Но Богу при том пришлось все исполнять, исправлять для того, чтобы избавить человека от 70 болезней, он был вынужден сотворить 70 целебных трав и заткнуть, значит, этими травками раны, нанесенные чертом, или, наоборот, совсем уж, так сказать, кардинальное решение, он вывернул этого человека наизнанку, чтобы вот эта вся, значит, нечистота, которой черт его обмазал, оказалась у человека внутри. Поэтому все, вот, так сказать, слюни, там, сопли и так далее, это вот у человека внутри, а снаружи вроде он даже ничего себе. Вот, но, короче говоря, да, и вот пришлось, значит, ну, как, черт-то ушел, и крайне оказалась собака, и Бог решил ее наказать, схватил ее за хвост, и хвост оторвался. И вот из этого самого, значит, собачьего хвоста была создана Ева. Поэтому вот у, с одной стороны, значит, как говорит одна легенда, у женщин длинные волосы и, в общем-то, такой стервозный собачий нрав у большинства. Это, значит, видимо, такая точка зрения мужского сообщества на женщину. А другая легенда говорит, что поскольку она сотворена из собачьего хвоста, поэтому все женщины хвостливы. Значит, это записано на Смоленщине, акающий говор, и здесь вот такая народная темология, да, хвостливый, потому что из хвоста. Ну, вернемся к первоисточнику, значит, есть в... Была зафиксирована вот такая вот белорусская легенда в одном экземпляре, пока, так сказать, параллелей нет. Западная Белоруссия, значит, о том, что первоначально Бог сотворил Адама с хвостом, как и всех прочих животных, но потом решил, что все-таки он должен чем-то отличаться. Хвост отрезал, и срабилась из того хвоста женка Ева. Поэтому вот с тех пор как бы, ну, получается так, что жена вот должна как хвостик, значит, за мужем всюду как-то так вот следовать. Эта легенда воспроизводит, на самом деле, сюжет еврейской легенды о том, что Бог творил Еву не из Адамова ребра, а вот из Адамова хвоста, потому что точно так же вот сначала развивались события, Адам был первоначально с хвостом. Также можно, например, обратиться к довольно такому, ну, не очень широко распространенному сюжету, но этот сюжет, он всегда представлен очень яркими такими версиями. О том, значит, что Каин на самом деле был сыном сатаны, что Адам не был его отцом, что, значит, вот случилось так, что как-то так в отсутствие Адама сатана соблазнил Еву, и она родила вот этого самого Каина. И согласно одной украинской легенде, поэтому Каин, ну, он был такой вот злой и не любил Адама, потому что, значит, знал, что батька его вовсе не Адам, а ангел с неба. Ну, естественно, сатана, когда пришел к Еве, он представился ей в облике светлого ангела и обольстил ее. На самом деле, вот перед нами, видимо, народный пересказ такого памятника под названием «Житие Адама и Евы». Это апокриф еврейского происхождения, который датируется первым веком до нашей эры. То есть текст очень древний. Вот таким образом, значит, он проник и проникли его отдельные мотивы в славянскую традицию. Этот текст сохранился, на самом деле, и в греческих, и латинских, и славянских версиях книжных. Вот фольклорный пересказ. Пока только у нас, как бы, не слишком много этих фольклорных версий. В основном они происходят с территории, вот, Юго-Западной Руси, Подоле. Это, ну, современная, скажем так, Винницкая и Фемилинистская область Украины. Ну, и теперь, наверное, да, и еще один момент. Это, значит, как реагируют друг на друга, да, например, в рамках славянского сообщества католическая и православная традиции. Потому что, ну, в общем-то, мы с вами знаем, что иногда и в народной среде, вот, когда речь заходит о каких-то таких религиозных, да, представлениях, устоях, правилах, в общем, иногда католики с православными очень, так, находятся в некотором напряженном противостоянии. У них есть пункты для несогласия. Так вот, оказывается, что в области народных библейских легенд это противостояние во многом оказывается сглаженным благодаря тому, что одни и те же сюжеты бытуют и там, и там. И на этом фольклорном поле католикам с православными нечего делить. Но, пожалуй, кроме одного сюжета, а именно сюжета о том, как, так сказать, связанном с крещением Иисуса Христа. Потому что, как известно, ну, это такой вот стереотип народной культуры, конфессиональная принадлежность человека во многом определяет его этническую принадлежность, а не наоборот вовсе. То есть, если, так сказать, человек крестится в польскую веру, то есть в католическую, да, он автоматически становится поляком. И, ну, это на самом деле такое устойчивое даже вот на языковом уровне, когда вот украинцы, например, католики называют себя поляки. На самом деле они не этнические поляки, конечно, они просто исповедуют католичество, которое вот, так сказать, в данном регионе называется польская вера. Это очень распространенное название. То же самое с белорусами католиками происходит. Так вот, значит, в таких регионах, где смешано, перемешано православная, католическая и униатская традиции, можно записывать довольно интересные тексты, отражающие конфессиональную полемику. Вот в одном из сел в Полесье, в Гомельской области, где проживают как католики, так и православные, мы записали такую легенду, как Христос, значит, на протяжении своей жизни неоднократно менял не только свою веру, да, но и в связи с этим свое имя, как бы паспортные данные у него менялись. Иисус Христос в Иерусалиме родился, еврей был, имя его Ют-Навин, прожил 35 лет еврейским царем и на Иердане крестився. А як он уже стал креститься, так его схватили и замучили. И он покинул еврейскую веру, а перешел в русскую. В русскую веру, это значит, крестился по православному обряду. Тогда уже существовало православие, как вы понимаете. В русской вере дали ему имя Петро Илья. Интересно, что здесь, так сказать, именем Бога оказываются имена наиболее почитаемых в православии святых. А Богородице не понравилась русская церковь, и она перевела его у костел, и перекрестили его, и дали имя Иисус Христос. То есть вот, значит, понятно, что текст записан от носителя католической традиции, который утверждает таким образом приоритет своей веры. Значит, вот наша, так сказать, польская вера лучше, чем вера русская, потому что даже сам Иисус Христос, вот когда принял польскую веру, только тогда он стал Иисусом Христом. Ну и, соответственно, он стал тогда уже поляком, а вовсе даже никаким не еврейским царем, каким он был раньше. То есть, таким образом, ну вот это, пожалуй, единственный сюжет, где какая-то такая вот полемичность, да, заметна. Обычно одни и те же сюжеты обращаются и там, и там, и разрабатываются уже, так сказать, с учетом местных народных верований, народных, так сказать, влияния народной традиции, народных обычаев и обрядов. И вот, собственно, об этом я хочу теперь немножечко вам рассказать, потому что удивительным образом вот эти вот народные библейские тексты, они, ну скажем так, просто так бестолку не лежат где-то там в уголках памяти, они оказываются постоянно востребованными в повседневной жизни. И те стеснейшим образом оказываются связаны с этнографическими всякими вещами, с определенными, так сказать, обрядовыми действиями, с определенными ритуальными действиями, с нормами поведения и так далее. Ну, в частности, вот, наверное, можно разделить все народные библейские легенды на два типа с точки зрения их сюжетного содержания и соответствия этнографическому контексту. Первые – это легенды, которые направлены на объяснение, на мотивацию тех обрядов и действий, которые связаны с религиозной сферой. Ну, например, там, почему красят пасхальные яйца, почему освящают вербу перед Пасхой, да, зачем возжигают пасхальные костры, для чего существует такой обряд, почему соль надо освящать в чистый четверг и так далее. То есть это вот такие вещи, которые все-таки имеют отношение к религиозным практикам. А второй тип легенд – это легенды, которые оказываются, ну, не побоюсь, грубого слова, за уши притянуты, так сказать, к тому или иному календарному или семейному обряду, которые не имеют никакого отношения, так сказать, на самом деле к этому, но используются в качестве своеобразного такого авторитетного источника, который подтверждает, почему так надо делать. И, в частности, ну, здесь целый ряд примеров я вот вам хочу привести. Итак, что касается сначала вот первого типа, да, более прозрачный, например, почему на Пасху освящают сало и не освящают курицу? Вопрос такой вот, как бы, который народная традиция для себя должна решить. И здесь на помощь приходит очень широкий круг легенд страстного цикла, в котором действуют различные животные и птицы, и в зависимости, так сказать, от их поведения и отношения, да, вот к распятию Христа, они оказываются невольными участниками этого драматического события. Потом и определяется их, так сказать, дальнейшая судьба и оценка в народной традиции. Становятся ли они проклятыми или нечистыми животными и птицами, или, наоборот, становятся благословенными. И вот, например, легенда, записанная в Мариупольском уезде в начале XX века, объясняет, почему Господь благословил свинину в пищу людям и почему принято на Пасху освящать сало и поросят. Значит, сюжет следующий, что Христос, спасаясь от преследователей, убегал от них, значит, вот они хотели его поймать и распять, он убегал от них и спрятался в ясли с сеном. А кони, которые там стояли, взяли это сено, значит, сожрали. И Христос пришлось бежать дальше, потому что, ну, они от укрытия его разоблачили. И, значит, в другом месте он опять, значит, в другом хлеву зарылся в сено, но куры разворошили это самое сено и выгребли опять его на поверхность. И мучители его схватили. Однако, значит, Христу удалось убежать, и он спрятался в солому. А свиньи, рывшиеся в соломе, закопали, наоборот, его поглубже. Поэтому, заключает легенда, евреи и сегодня так любят курятину, значит, куры предатели такие, поэтому вот евреи курицу употребляют веще. А свинины не едят совсем. Ну, конечно, свинья их обидела, спрятав от них Иисуса Христа. Христианам же Бог благословил свинину в пищу, и потому не на Пасху освящают сало и порося. То есть вот конкретный обычай должен быть объяснен с точки зрения авторитетных источников. Народная Библия здесь является не менее авторитетным источником, чем любой книжный текст. Иногда подобные рассказы бытуют в разных регионах славянского мира. Вот, например, такая полезская легенда. Причем здесь объединяются рождественские и страстные мотивы, потому что получается так, что ситуацию от Христу пришлось прятаться дважды. Один раз сразу после рождения, когда Мария с ним убегала в Египет и тоже скрывала его от воинов Ирода, чтобы они не убили его. А второй раз вот перед распятием. Вот такая легенда это у нас в Гомельской области. «С чем я вам расскажу, девки, як було колысь с Иисусом Христом? Божья мать народила его от Божьего Духу, забеременного, и родила Иисуса Христа. А он рос не годами, а рос минутами». Ну, это совершенно, как сказать, фольклорный сюжет, да, когда герой сказочный растет самопомянутым. И рос он, и рос, и подрос. И вот он ховался, прятался. Ховался в инуэт, и у товорачий яслил в скотный двор. Заховался в коровячие, и там лежал. А корова не съела всего сена. Ну, как бы съела, но не все. И вин заховался у свиньи. А свиньи его еще зарыли дальше, заховали. И вот про это у нас поросятков всегда светили на Пасху. Ну, в несколько ином виде мотив, так сказать, представлен в другой русской легенде. Когда жиды искали Христа, чтобы убить его, то он спрятался в ясли к лошади, а она взяла его и вышвырила. Христос и сказал ей, «Езди за это на тебе, крестьянин, а ешь тебя, татарин». Опять жиды искали Христа, а он спрятался в ясли к корове. Жиды и спрашивают, «Коровушка, не видал ли ты Христа?» «Вот я его дожевываю», – сказал корова. И сказал Христос корове, «За это ты всегда будешь сыта. Если у тебя не будет травы под ногой, то корм всегда будет с тобой, и поэтому она жует жвачку. А когда Христос спрятался к свинье, то она его зарыла. Жиды спросили ее, не видала ли Христа? «Не знаю, ничего я не видала», – ответила свинья. Вот поэтому Христос и велел есть свинину, но только три раза в год – в Пасху, в Рождество и в Крещение. А то она была нечистая. То есть вот здесь интересно, что нечистая изначально животная, свинья, становится как бы таким вполне приемлемым праздничным символом, более того, благословленным. Ну и вот корову, значит, за хорошее поведение Бог благословляет тем, что она всегда шится та, а лошадь, наоборот, всегда голодна, потому что вот как бы Христос в некоторых легендах говорит ей, ну ты будешь есть и никогда не будешь наедаться, а работать тебе придется много. Ну и кроме того, нечистота этого животного подчеркивается тем, что она обречена в пищу, значит, ешь тебя татарин. Это очень такой показательный момент здесь. Значит, вот поэтому сало освещают. А курицу не освещают, потому что по целому ряду фольклорных версий вот эти самые куры разгребли. Значит, сено, под которым прятался Христос, поэтому запрещено употреблять в пищу куриные лапы, куриные ноги. Вот, и, соответственно, значит, они оказываются в роли таких проклятых птиц. Еще такой любопытный момент, связанный с, ну скажем, сферой религиозных практик, это украшение домов и церквей еловыми ветками и деревцами на Рождество. Вообще, ну как бы украшение елки в крестьянском быту это вещь такая привнесенная, да, это нетрадиционная вещь, это довольно новые обычаи, где-то там, ну с XVIII века он начал благодаря западноевропейскому влиянию постепенно в русскую традицию проникать. Вот, но тем не менее, значит, вот украшение рождественских елочек, оно как-то вот прижилось и как в быту, так и в церковной практике. Как этот обычай объясняется с точки зрения народной Библии? Вот, например, что нам рассказали в Житомирском полесье. Сус Христос родился под елкой, значит, на его день рождения и ставят эту елку. Все очень логично. Ровенская полесье. Обычай устанавливать елку на святки, оказывается, ведет свое начало от бегства Богородицы с младенцем Христом из Египта, то есть в Египте. Ночь, мороз, холод – это тоже очень такое стереотипное представление, что Христос родился зимой, поэтому должно быть очень холодно, очень, так сказать, морозно, везде должен лежать снег. Ну, как-то таким образом мы видим, что библейский сюжет переносится на местную почву, то есть, как бы никто не задумывается о том, что Христос родился совсем не здесь, так, не в этом месте, да, и где снега вообще никогда, может, и не бывает. И вот, значит, мороз, холод, как обычно, на Новый год. И они ночевали под этой елкой. И когда они ночевали, так звезда эта большая остановилась, высоко звезда. И вот с того времени мы убираем елку, звездочки вешаем, прикрашаем, и свечки горят, и все. Вот такое, значит, объяснение. Соответственно, да, а что касается елочных украшений, существует такая тоже трогательная легенда о происхождении елочных игрушек. Это, значит, на Брещене записан текст. Елочка стояла и как бы вот печалилась, плакала о том, что нечего ей принести новорожденному Иисусу, потому что все принесли, значит, младенцу подарки, а у нее ничего нет. И вот однажды елочка убралась, ее убрали и принесли Христову подарок. И для этого делают елку, каждое Рождество. Но чтобы ее утешить, значит, ее украсили и принесли в подарок. И с тех пор есть обычай украшать елку всякими, значит, разными нарядными вещами. Но есть и другая версия, как я уже говорила, версии может быть много, они могут совершенно быть разные. В польской традиции, значит, украшение рождественской елки яблоками связывается уже с ветхозаветными событиями, а именно служат символическим напоминанием о грехопадении первых людей. Адам и Ева согрешили, и поэтому яблоко должно быть вот на рождественской елке. То есть люди, помните, да, будьте бдительны, что вот яблоко послужило предметом, собственно, вот грехопадения и всех последующих за этим событий. Ну и еще один пример, который непосредственно связан с иконографией. И здесь нужно сказать, что многие библейские народные легенды, они, ну помимо вот книжно-апокрифических памятников, да, питаются еще и наглядными изображениями. И то, что вот народ видел там на иконах или на росписях, да, в церкви, по-своему трактовалось, по-своему понималось, по-своему интерпретировалось. И вот в частности об этом может, как бы, хорошим примером такого рода послужить легенды о том, сколько гвоздей использовали для распятия Христа. Значит, ну, сюжет в основе, значит, вот это вот как бы лежит сюжет о том, что евреи, когда Христа хотели распять, обратились к цыгану-кузнецу, попросили выковать у него гвозди, его гвозди. И он, значит, сделал, вот, так сказать, набор гвоздей по заказу. Правда, в последний момент, ну, стало ему жалко Христа, и он тот гвоздь, который предназначался, чтобы забить Христу в сердце, там, или в лоб, в голову, он его спрятал. И именно благодаря этому гвозди были забиты только так, в руки или в ноги, и Христос смог воскреснуть. А цыган, значит, спрятавший этот гвоздь, получил от бога благословения на всю оставшуюся свою жизнь и своих потомков, поэтому цыганам разрешено красть, обманывать, так сказать, божиться, клясться, им за это ничего не бывает. Так вот, этот самый мотив лишнего гвоздя, спрятанного, оказался востребованным и для объяснения различий в иконографии распятия. Значит, если вы представляете, значит, чем различаются распятия, как оно изображается в католической православной традиции, то там присутствуют, значит, либо три гвоздя, либо четыре. Значит, у православных три, да, руки и один гвоздь на ноги. И у католиков четыре, значит, два туда и туда. А, нет, подождите, сейчас, тогда, боюсь, обманул, возможно, наоборот, прошу прощения. Значит, когда идет речь о католической традиции, там всегда на один гвоздь меньше, чем в текстах, которые в православной среде, значит, вот наоборот, соответственно, четыре, три. Цыган украл и спрятал в пыль два гвоздя из четырех, приготовленных для распятия. Но курица все-таки выкопала один гвоздь, и мы прибили к кресту обе ноги Христа. Значит, это я ошиблась, простите. Легенда заключает, тому у русских четыре гвозди на кресте, а у наших только три. И любопытно, что различия в иконографии трактуются рассказчиком через, ну, как бы, различия в том, как протекала священная история. В православной традиции, в которой не состоялось вот некое событие, цыган, значит, получается, не крал этот гвоздь, а курица его обратно не выкапывала. Ну, на самом деле, вот такое противоречие, оно коренится и в книжной традиции, потому что в чьих минеях в книжном памятнике упоминаются четыре гвоздя, а в прологе, соответственно, в другом книжном сочинении, три, что соответствует, на самом деле, западным книжным источникам. И чтобы разрешить как-то это противоречие, апокрифическая легенда объясняет, что гвозди вместе с крестом были обретены царицей Еленой, отправлены на корабле в Константинополь. По пути корабль попал в бурю, чтобы усмирить волны, один из гвоздей бросили в море. Два гвоздя царь Константин велел вправить в узду своего коня, а четвертый был отправлен в Рим и передан на сохранение в церковь креста Господня. Вот такая занимательная арифметика. Но, тем не менее, действительно, чтобы снять эти видимые противоречия и противоречия в текстах, такие пояснительные толкования были нужны. Что касается текстов второго типа, которые оказываются притянуты к неким бытовым, скажем так, обрядовым и календарным ритуалам. Вообще интересно, что многие легенды декларируют идею о том, что именно библейские легенды декларируют людей о том, что именно соблюдение обрядов жизненного, календарного цикла является залогом устойчивости мира. Как только люди перестанут эти обряды соблюдать, перестанут придерживаться своих традиций, тут же наступит конец света. Вот, значит, например, считается, что обычай раскрашивать пасхальные яйца, есть тот, так сказать, залог стабильности в мире. Закованный в цепи в аду сатана Ирод, который там, значит, сидит до конца света, спрашивает каждого умершего грешника, который попадает в пекло. Ну как там? Еще пишут писанки, значит, раскрашивают ли яйца? Празднуют ли еще Велик день, Пасху? И когда ему отвечают, что да, раскрашивают и Пасху празднуют, он горюнется, печалится и говорит, ааа, вообще не зараз свет сгинет, значит, ему еще долго тут сидеть, и он не скоро еще выйдет. Как бы бросили они писанки писать, и как бы не было уже Великодня, не было бы Пасхи, то был бы конец света, и, значит, он бы тогда вылез из своих этих цепей. То есть вот важность этого самого обряда. И столь же важную роль вселенского такого оберега играют и гармоничные отношения между членами социума. Важно не только соблюдать ежегодные обряды, но и важно жить в гармонии между собой и своими близкими. И вот этот самый Ирод, который прикованно сидит в пекле на 12 цепей, посылает на землю периодически своих приспешников и потом выспрашивает у них, ну как, почитают ли дети отца и мать или нет, братья и сестры враждуют между собой или нет, сосед, значит, клевещет на соседа или нет. И когда он узнает, что люди уважают старших, не враждуют и не клевещут, стана горюет, ведь конец света еще не близок. И вот несколько примеров такого вот как бы обрядов, которые мотивируются библейскими легендами. Ну, в частности, вот широко распространенная в Полесье нам встречалась практика, на могильные кресты вешают фартуки. Иногда разница есть, значит, женщинам вешают фартук, мужчинам вешают ручник, полотенце. И обычай этот объясняет одна полесская легенда. Почему вешают фартуки? Фартуки на кресты вешают. Як Иисус Христос его распяли, то ему повесили такого маленького фартуха. И теперь на крест вешаем тут, внизу. Вот из этого рассказа, такая краткая версия, не вполне ясно, кто и почему, так сказать, прикрыл распятого Христа. Однако уже такой вот лаконичной мотивировки, да, сказывается достаточно для узаконения обряда. А что касается изображений распятого Христа, то их проясняют другие украинские легенды. Например, в Карпатах рассказывали, что повязку на чресло для распятого Христа сплел паук, поэтому убивать паука как грех. Когда Христа прибывали на крест, то содрали с него одежду, потому что хотели выставить его на посмешище. Разодрали на нем одежду, и сразу у них в очах потемнело. Святататцы тут же были наказаны. И пока они были слепыми, паук сплел такое полотно и прикрыл ноготу Христа. И мучители, когда прозрели после своего временного ослепления, больше не посмели срывать с Христа это полотно, что выткал паук. И так Христа и подняли вместе с крестом. И Христос так дал, что паук может жить с людьми, убивать его нельзя, потому что он для Христа выткал повязку. Есть и другие версии такого же плана, но идея в одном этих самых текстах объясняет наличие или отсутствие местного обычая украшать могильные кресты. Во сколько мы должны закончить? Без десяти. Тогда быстренько еще один сюжет. Значит, уже из другой немножко традиции. Это южнославянский регион, где славяне соседствовали и сосуществовали с представителями мусульманской религии. И более того, если мы возьмем болгарскую или сербскую традицию, то этнические болгары и сербы, как вы знаете, бывают и православного виросповедания, и мусульманского. Естественно, тут тоже могли возникать переклички обрядовые, которые должны были объясняться с помощью авторитетного источника, каким оказалась народная Библия. И в частности, для регионов таких тесных этнокультурных контактов присутствует целый комплекс легенд, который объясняет некоторые особенности быта мусульман. В частности, ношение женщинами паранжи, покрывало, да, и обряда обрезания у мужчин. Прокомментировать эти отличия от христианских обычаев было тем более важно, что, как я уже сказала, в этом регионе представители одного и того же этноса являются иногда представителями разных конфессий. И вот, значит, например, такая легенда. Болгарские и македонские тексты есть. Болгары – это потомки праотца Авраама, его сына Исаака, а турки – потомки незаконно рожденного сына Авраама Измаила. К тому же, этот самый Измаил совершил кровосмешение со своей матерью Агарью, поэтому турки расцениваются как народ нечистый. Но дело в том, что это была единственная возможность для продолжения рода в пустыне, куда Агарь вместе с младенцем Измаилом были изгнаны, сосланы. И, значит, чтобы сын не догадался о кровосмешении, Агарь закрыла лицо, покрывал им, он ее не узнал, он думал, что он просто встретил какую-то еще одну женщину в пустыне. И, естественно, вступил с ней связь, у них появилось потомство. И в результате этого инцеста, на самом деле инцест понятие фольклорной традиции очень сложное, отношение к нему очень напряженное, в результате этого брака у Агарь родилось 80 лет.